Аферисты хотели заработать на квартире мертвого друга. Они попытались оформить недвижимость покойника на себя и даже умело подделали паспорт, вклеив в него фото злоумышленника. Аппликация вышла удачно, а вот художества не получились. При оформлении квартиры госслужащие увидели, что подписи не совпадают. Подробности в репортаже. На скамье подсудимых Андрей Рафиков вместе со своими подельниками в 2013 году он хотел присвоить себе квартиру умершего знакомого, но обогатиться за счет мертвого друга ему не удалось. Хозяин квартиры умер. Зная об этом, преступники, забрав его паспорт и документы на квартиру, вклеивали фотографию и представляли с его паспортом сначала в нотариальной конторе, затем в регистрационной палате Челябинска и в металлургическом районном суде с гражданским иском. Оформить все документы мужчина решил через многофункциональный центр. Там-то и заметили, что подписи хозяина квартиры в паспорте и на бумагах не совпадают. И аферистам отказали в оформлении. Рафиков, согласно вновь разработанному шаровым плану, отведенной преступной роли, должен был выступить в качестве покупателя квартиры Сидельникова совместно с Гуровым, который бы выступал в роли Сидельникова как продавца. После зналомышленники придумали новый план и отправились в управление Росреестра по Челябинской области. Но и там провернуть аферу не удалось. ФРС не произвела госрегистрацию прав на нее по причине выявления неидентичности подписи Сидельников в представленных документах, а также в связи с тем, что он не может найти Сидельникова. После всех попыток оформить на себя квартиру, злоумышленников задержали. Андрей Рафиков пошел на сделку со следствием и выдал всех своих поддельников. Его дело было рассмотрено в особом порядке. В итоге суд металлургического района вынес приговор. Андрея Рафикова признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет условного заключения. Также в казну государства он должен будет выплатить штраф в 90 тысяч рублей. Судьба его сообщников решится в ближайшее время. Ксения Бобулева, Иван Лоизов, 31 канал.